Строго не рекомендую вам смотреть это видео более одного раза. А кто захочет выучить её на гитаре, собираем 10 тысяч лайков под этим видео, и я пишу обучение. Вы ненормальные. Итак, приступаем к разбору. Но сначала хочу выразить вам респект за вашу активность. Я надеюсь, каждый, кто писал комментарий с просьбой разобрать эту мелодию, выучит её, ведь она очень лёгкая. Также хочу сказать огромное спасибо всем, кто скидывает деньги на развитие канала. А обязательно укажу всех в другом видео, где я сделаю кое-что интересное, создав новый формат благодаря вашей финансовой поддержке. А пока проект ещё в разработке. Ну а сейчас я напомню, что за мелодия набрала 10 тысяч лайков, и мы сразу приступим к разбору. Единственное, что тебе нужно будет перенастроить, это пятую струну. Спустить её на три лада. Она должна быть созвучена шестой струной на втором ладу. Всё. Итак, разбор куплета будет с таблатурой, а вступление перед куплетом я разберу так, потому что здесь всего 4 звука. Итак, первый звук. Два. Третий. Четвёртый. Всё. Это получается 10 лад, вторая струна. Играешь 4 раза. Потом 14 лад второй струны, 4 раза тоже. 12 лад. 12 лад только первой струны. И в конце 14 лад, первой струны, ты играешь 3 раза по 4. Раз. Два. И три. В итоге у тебя вторая струна, 10 лад. 14 лад. 12 лад. Первая 12 лад. И 14 лад. Для эффектности ты можешь делать переходы. Это получается, ты первый звук даёшь на 10 ладу, с 14 лад получается. И ещё 3. То есть первый звук идёт на переходе. Раз. Два. Три. Четыре. Потом обратно на 14 лад. Раз. Два. Три. Четыре. На 12 лад. Раз. Два. Три. Четыре. Первый. И в конце. То есть если скилл позволяет тебе, значит играю так. Так красивее. И такой переход. Это получается с 14 на 12 лад вторая струна. Можешь просто сыграть, если перехода у тебя не получается. Потом третья струна. 14 лад, 13 и 9. Получается. И погнал дальше куплет. Теперь появляется таблатура. И я сейчас сыграю весь куплет медленно для тех, кто быстрее это сможет выучить без разношения. Сбора. Поехали. Все в принципе. Теперь объясняем медленно для новичков. В принципе тут объяснять нечего. Тут все очень просто. Поэтому я просто продублирую то, что буду делать. Итак. Я в основном играю средним и указательными пальцами. Указательными ставлю на 11 лад третья струна. И играю. Сначала сыграем без баса. Получается указательными. Два раза 11 лад. Потом переход с 12 на 14 в среднем. Можешь просто. Если не умеешь переходы делать. Потом 12 лад. Потом 14 лад. Средний пальцем третья струна. И три раза 13. Вот с таким тактом. Потом 12 лад. Вторая струна. 14 лад. Третий. 13. И 11. Два раза. И так все вместе. И после этого ты резко переходишь на 17 лад. Играешь так. Можешь так сыграть. Можешь с переходом. Получается. Как я классно играю. Все. Теперь добавляем бас. Бас играется четвертая струна. Потом шестая. Потом пятая. Пятая играется два раза. Итак. Каждый бас проигрывается четыре раза. Получается. Раз. Два. Три. Четыре. Меняем на шестую. Раз. Два. Три. Четыре. И пятая. Два раза. То есть бас играется восемь раз. И так медленно. Четвертая струна. Шестая. Пятая. И опять пятая. Все. Теперь добавляем бит. Бит играется всегда с басом. То есть. То есть. Вот такая штука. У тебя вот такое движение. И вот этой частью кисти ты бьешь по деке. Все. На этом все. Не все, как только говорится. Все гениальное. Просто. Спасибо. Девушки отдыхают. Продолжение следует...